Так, ну что, ребятки, доброго времени суток вам. Это сегодня будет интересная тема. Эта тема касается всех, даже сильных людей. Потому что в каких-то ситуациях мы опять допускаем ошибки. И вот как раз об этой ошибке мы и сегодня поговорим. Значит, по моим наблюдениям, ребятушки, состояние жертвы – это самое массовое, самое распространённое состояние вообще, которое существует у людей. Суть этого состояния заключается в том, что когда человек попадает в какую-то ситуацию, он общается обычно с какими-то другими людьми, и ему что-то предлагается или ему что-то навязывается такое, что он на самом деле не очень хочет. И вот человек по каким-то причинам, несмотря на то, что он не хочет, вот искренне он где-то не хочет это, он соглашается с этим. То есть, когда вы соглашаетесь с тем, что вы не хотите, вы позволяете себе что-то навязать, тогда вы не можете реализовать вашу волю, и в этот момент вы реализуете волю, которая вам навязана. То есть, когда вы становитесь следствием от воли кого-то другого, то фактически это и есть состояние жертвы. Вы не можете прожить себя в этот момент, вы не можете прожить свою подлинное «хочу», вы не можете сделать, как вы на самом деле где-то чувствуете, что вы бы хотели сделать. И причины этого уходят глубоко в детство, потому что в детстве мы достаточно долгий период времени находимся в зависимой ситуации, очень многое зависит от нашей среды, от наших родителей. Вот если у нас были осознанные родители, если были родители, которые уважают право на самоопределение, которые понимают, как возникает вообще психологическое состояние жертвы, вот если бы они понимали это в полной степени, то они бы никогда не были диктаторами в отношении своих детей, они бы ничего не навязывали, не навязывали какие-то правила, не навязывали бы какую-то идеологию, они бы очень бережно относились к тому, что на самом деле хочет малыш. Понятно, что есть какие-то опасные вещи, если ребёнок ещё не понимает, что что-то опасно, в какой-то момент его бережно можно от этого уберечь. Просто остановить и не позволять ему что-то делать, что причинит ему вред. И объяснить можно, да, если он уже начинает хоть как-то соображать, понимать, ему можно всегда объяснить. Ну, дорогой мой, ну куда ты, куда ты, вот это посмотри, здесь горячо, объяснить как-то, да. То есть, когда родители идут через разум, через любовь, через заботу, ребёнок это всегда чувствует. И также ребёнок, и даже любое живое существо, даже собачка, даже котик, они всегда чувствуют, когда вы им что-то навязываете. Просто они вам часто не могут сказать об этом, да. И вы можете видеть также подавленных животных, забитых каких-то, несчастных, с которыми что-то делают совершенно такое, что они не хотят. То есть, вот это насилие, да, психологическое насилие, оно очень распространено. У этого обычно причины какие? Что если ребёнок сам был жертвой насилия, то он обычно будет также насильственно относиться в какой-то момент к другим, более слабым существам? И какой выход из этой ситуации, да. То есть, вот если вы чувствуете, что вы подавлены, вы находитесь в какой-то ситуации, где вас постоянно лишают вашего хочу, ваших прав, ваших свобод, то, конечно же, это нужно постепенно себе возвращать. То есть, свои свободы, свои права, право на самоопределение нужно постепенно возвращать. Это непростой путь, потому что многие люди вокруг вас, они привыкли вас чморить, привыкли вас опускать каким-то образом, психологически атаковать вас, да. И можно сказать, вы в себе восстанавливаете очень долго вот это состояние, состояние хозяина своего жизни. Вот этого раба, да, в котором мы превращаемся в течение долгих лет, его, как говорил, по-моему, Чехов, да, вытравливать по капле приходится, да. То есть, каждый раз, когда кто-то нарушает ваши границы, вы должны чувствовать, что вот есть какое-то ваше пространство, да, вы обладаете правом управлять этим телом, правом решать, что вам подходит и что вам не подходит в вашей жизни, да. И вот когда вы чувствуете, что кто-то нарушает эти границы, вам нужно тренировать постепенно в себе волю останавливать эти вещи, понимаете, независимо от того, кто этот человек. Мама, папа, бабушка, дедушка, ваша жена там или ещё кто-то. То есть, если кто-то переходит определённую границу и пытается вам навязать что-то, ваша задача здесь вытренировать постепенно в себе вот эту способность понимать, что происходит. Вы даже можете не сразу это понять. То есть, здесь эта осознанность, она постепенно восстанавливается. Часто мы на что-то соглашаемся, а потом спустя какой-то небольшой промежуток времени понимаем, что мы согласились на что-то навязанное. Ничего страшного. Если вы поняли спустя время, никогда не поздно это изменить. Вот запомните, пожалуйста, никогда не поздно изменить то, что вам навязано. То есть, если вам что-то навязал кто-то, и вы согласились, никогда не поздно прийти и сказать, слушай, я ещё раз подумал о том, как мы решили, я хочу передговориться с тобой, я не буду делать. Вот я почувствовал, что это всё-таки не моё, это не то, что я хочу. И нужно учиться выруливать эти ситуации. От этого будет зависеть ваше счастье, поверьте. Потому что невозможно, как я уже много раз говорил, невозможно жить, жизнь и быть счастливым в той жизни, которая вам навязана, где вы не можете жить, как вы хотите. Понимаете? Да. Мы часто рождаемся действительно жертвами, потому что мы зависимы. Но по мере того, как мы растём, нам нужно вырасти из этого состояния зависимости и стать постепенно независимыми. Независимыми, сильными, самореализованными, волевыми людьми, которые могут самостоятельно принимать осознанные, разумные решения. Только в таком состоянии человек может быть счастлив. Во всех других состояниях он рано или поздно почувствует, что он подавлен, он рано или поздно почувствует, что он жертва от чего-то или от кого-то. И в этом состоянии жертвы он может либо заниматься оправданием этой ситуации, самооправданиями, либо он может начать исправлять это. Понимаете, можно ныть. Вот чем занимаются жертвы обычно? Они ноют, они жалуются и рассказывают, как всё плохо, какая жизнь несправедливая к ним, да? Откуда узнал из своего опыта большого? У меня большой опыт, 43 года, я построил бизнес успешный в своей жизни, я проходил очень много опыта, да? Я был 10 лет в браке, был много в разных отношениях, я много раз наблюдал, как я соглашаюсь на какие-то вещи, которые мне навязаны и как-то во времени приводят меня к страданию. Всегда. То есть, если я с чем-то соглашаюсь чужим, то через какое-то время я рано или поздно нахожу себя в этом страдающем. Это неизбежно. То есть, если вы не делаете так, как вы хотите, ну, вы можете притворяться какое-то время, вы можете надеть маску и играть какую-то роль, но рано или поздно вы увидите, что вы сами себя обманываете, что где-то внутри вы не хотите это делать. Это, так или иначе, в эти состояния попадают разные люди в разных частях своей жизни, да? Девушки попадают, да? Ради любви к парню они там начинают что-то терпеть, притворяться, да? Вместо того, чтобы сказать прямо, дорогой, мне это не нравится, вот ты мне делаешь больно, там, или как-то вот то, что ты делаешь, мне это не нравится, они все притворяются, они часто зависимую позицию какую-то от мужчины занимают, да, и терпят, терпят, терпят. В результате рано или поздно это портит эти отношения, потому что, ну, сколько можно терпеть, сколько можно себя обманывать. Рано или поздно вся эта ложь себе, ложь другим, она вскроется, и рано или поздно вы все равно в той или иной форме выразите свой протест, что вам это не нравится. Так зачем тянуть, ребятушки, учитесь не тянуть резину. Знаете, вот как живут осознанные люди, я сто раз говорил, у них сокращается этот период самодурства до нуля практически, да, то есть в этом заключается осознанность, понимание, мудрость жизни, что ты все меньше и меньше сам себя дуришь и все быстрее распознаешь какие-то манипуляции, какие-то ложные стратегии, да, которые ты принимаешь в игре с кем-то или которые тебе кто-то навязан. Ты просто понимаешь, что это не твое, вот не твое, ты этого не хочешь, а раз я это не хочу, значит, я не буду это делать, и не важно, какие выгоды достигаются, и не важно, останемся мы с тобой друзьями или не останемся, останемся мы с тобой любовниками или не останемся, либо мы с тобой договоримся, как нам с тобой хорошо, либо если ты меня не слышишь и мы не можем договориться, ну, я тебе не позволю из себя делать то, что ты хочешь против меня, против моей воли, я же не твой раб или не твоя рабыня, у меня есть мои желания, мое хочу мои права какие-то это у меня есть понимаете у и у вас есть это так уважайте сами себя уважайте свои права и свободы потому что если вы это не уважаете то другие точно этого не будут уважать другие уважают только тех людей которые уважают сами себя и не позволяют себя не уважать то есть если вы позволяете не уважать себя вас ним не будут уважать но если это исключено из вашей повестки дня такое отношение то каждый раз когда это будет происходить вы будете это просто останавливать когда есть люди которые это не понимают вот смотри ты им объясняешь один раз второй раз 3 они не понимают ты прекращаешь с ними общаться ты просто убираешь этих людей с твоего окружения независимо кто они понимаешь независимо от того кто они мама папа еще кто-то неважно если эти люди тебя терроризируют если они постоянно ну твое пространство не уважай твои твою волю не уважает из тебя как из пластилина пытаются лепить то что им надо как тебе с ними общаться понимаешь уважать себя означает жить так как ты искренне вот сам с собой честно хочешь жить понимаешь вот что значит себя уважать у тебя есть твое глубокое ощущение правды справедливости понимаешь и вот когда ты живешь в гармонии с этим ощущением справедливости и когда ты не позволяешь а себя ну а себя вытирать ноги кому-то оскорблять унижать тебя заставлять делать какие-то вещи которые ты очевидно не хочешь делать да вот когда ты живешь такой жизнью нету этого в твоей жизни или она только от кого-то появляется ты это мгновенно ну ты знаешь называется поставить человека на место вот в людях в народе говорят вот так вот нет этого очень многие люди не знают к сожалению то есть вот эта способность ставить других людей на их место и объяснять им где твои права и свободы а где его права и свободы и что он может а что он не может а огромного количества людей это способность отсутствует они просто вот когда на них давишь они поддаются понимаешь они поддаются на давление они продавливаются то есть огромное количество людей продавливаются поэтому они часто в найме работают потому что найм это место где тебя можно продавить часто понимаешь то есть вот начальник пришел сказал и неважно хочешь ты не хочешь ты получаешь деньги у тебя нет права сказать на какие-то вещи нет понимаешь хотя это не так хотя это не так и в найме у тебя может работать человек который уважает сам себя и с которым ты имеешь уважительные отношения несмотря на то что ты его начальник ты уважаешь его права и свободы не навязываешь ничего ему просто ты ему с ним так договорился как бы что в конце концов просто последнее решение за тобой можно ли отучить девушку врать ты можешь попробовать но если не получается не трать время на это можно пробовать общаться с людьми можно стараться им что-то объяснять но если люди не понимают с пятого раза знаешь как даже с третьего раза вот я обычно у меня было про правило трех страйков если я человеку в третий раз одно и то же говорю и он не понимает то с вероятностью 98 процентов он не будет это понимать и дальше понимаешь вот поэтому если ты попробовал несколько раз видишь что человек неразумен не способен саморефлексировать исправляться что если они тебя не уважают но ты с ними живешь не живи с ними поставь своей целью не жить с ними чтобы это стало для тебя цель номер один твоей жизни делая все возможное чтобы уйти из этого пространства и перестать быть жертвой понимаешь так делают все взрослые осознанные люди они отсоединяются из среды которая на них подавляюще негативно воздействует потому что в этой подавляющей среде ты не сможешь вырасти тебе нужно на момент роста поддерживающая среда понимаешь люди которые разделяют твои интересы твои ценности твои цели которые более развитые чем ты которые уважают твои права и свободы которые могут тебя поддержать в твоем росте наш тебе нужна почва не асфальт а плодородная почва в асфальте ты когда ты еще не вырос ты загнешься просто ты там не прорастешь ты будешь всю жизнь вот в этом асфальте мучиться поэтому одна из главных целей для человека который хочет самореализоваться в жизни отсоединиться от этого асфальта от этого прессинга и попасть в такую среду где у него есть возможность развиваться либо пока ты не можешь вот этот период пока ты работаешь над своей новой жизнью над своими новыми целями но вынужден где-то жить тебе нужно как можно меньше с ними общаться тебе можно нужно как можно меньше подбрасывать дров в эти конфликты проваливать научиться не реагировать на то что они тебе пытаются навязать понимаешь вот смотри здесь о со кстати самый важный принцип даже тебя когда пилят даже когда тебе что-то пытаются внушить у тебя есть всегда внутренние правы с этим не согласиться ты можешь не пытаться им что-то доказывать ты можешь не пытаться с ними спорить ты можешь внутренне просто с этим не соглашаться и все неважно что они говорят ты идешь своей дорогой у тебя свои цели у тебя твои ценности и ты просто в какой-то момент вот ты понимаешь что им бесполезно что-либо доказывать и говорить ты пробовал 10 раз они тебя не понимают ну это же часто история ты пытаешься людям говорить типа вот здесь мои границы сюда не заходите они продолжают продолжают продолжает ты в какой-то момент просто должен включить устойчивость если ты прямо сейчас не можешь отсоединиться усиливайся через устойчивость просто прими внутреннее решение что не важно что они говорят неважно какое у них мнение обо мне у меня есть моя высокая самооценка по отношению к себе я себя оцениваю позитивно хорошо я усиливаю себя я тренирую свою силу воли и тренируюсь двигаться туда куда я хочу я взращиваю в себе вот эту самоопределенность и решимость выстроить из своей жизни то что я хочу только у таких людей что-либо получается в жизни у этих безвольных тряпок которые бесконечно тратят свою энергию на то чтобы доказывать людям которым бесполезно что-либо доказывать ты ну у таких людей ничего не получается они всю свою энергию не на то тратят просто считаю что пускать в свою жизнь дебилов и ориентироваться не на них у дел ну да что-то типа того понимаешь сам сайт сами отношения с каким-то человеком они все постепенно показывают нужно не смотреть на слова смотреть на поступки да нет какая те разница что там с кем-то ты там с кем-то был и тебе интересно что там у них да не все это не интересно тебя должна интересовать твоя жизнь и твое окружение на настоящий момент это все что тебя должно интересовать и тебе важно понимать с кем ты хочешь общаться с кем у тебя какие-то синергичные отношения взаимопонимание нормально выстраивается а какие люди вот они какие-то сумасшедшие ты им говоришь они тебя не воспроизводят до адекватные люди держатся поближе к адекватным и избегают по мере возможности неадекват с подростками подростки разные знаешь если подросток рос в осознанной семье если у него были успешны осознанные родители не дебилы не маргиналы какие-то то он будет такой же осознанный потому что это его прибежище его семья это его главная поддержка даже если его в школе пытаются подавлять как-то напрягать но есть у них скажем так родители коучеры наставники да скажем так который взращивает в нем разумность осознанность устойчивость развивает его логику развивает его способности он справится он пройдет через это но если человек сломался если его прикинь вот человека подавляют и в социальной среде он приходит его в семье еще подавляют прикинь из него вы вырастет подавленный подавленный сломанный понимаешь человек нерешительный нерешительный боящийся проявлять инициативу и вот мы это часто и видим люди боятся проявлять инициативу а как так случилось вот малыш он такими рождается дети такими не рождаются дети рождаются с огромным интересом к жизни они хотят исследовать все изучать но что-то случается с ними что-то останавливает их что-то останавливает и они принимают решение не пробиваться это их это и их внутреннее решение их соглашение они в какой-то момент принимают решение занимать пассивную позицию никого никуда не надо тащить себя нужно тащить и когда вы себя протащили уже нужно искать людей которые хотят выбраться не тащить их чтобы а помогать им подать им руку помощи если они сами хотят двигаться если ты видишь человека который хочет на тебе повиснуть и за счет тебя куда-то пробиться скидывай скидывай потому что они тебя утянут поверь что у меня было много опыта я возился был папой няней для многих людей пытался создавать для них все возможности а в какой-то момент я вижу они не хотят они не хотят и из-за того что они не хотят а я хочу их продвинуться я не продвигаюсь я не продвигаюсь дальше я застрял я увяз я вокруг себя собрал я способный сильный волевой реализованный человек в жизни увяз из-за того что облепил себя людьми которые просто вот на моей воле на моей силе пытаются куда-то пробиться часто такое было я просто понял в какой-то момент не надо вытаскивать тех кто не хочет те кто только симулирует то что он хочет он на словах хочет а когда дело доходит до решительных действий до ответственных каких-то решений взять и сделать они сливаются понимаете поэтому в трудностях видно какой человек он волевой решительный устойчивый ли он тряпка он жертва он притворяется типа там на поверхности что он хочет смысл жизни у меня в наслаждении процессом жизни выстраивание такой жизни какой я ее хочу видеть в гармоничном взаимодействии с другими людьми в отсутствии попыток кого-то подавлять кому-то что-то навязывать в кайфе от жизни понимаешь в развитии каком-то вот в этом смысл жизни развитие наслаждение жизнью самореализация своих способностей талантов кайф от самого процесса но чтобы это возникло уже у жертвы не может такого быть понимаешь у человека жертвы у него не будет этого чтобы кайфовать от жизни нужно вернуть себе самого себя свои права свободы свою способность определять свою жизнь сейчас я работаю тем что я помогаю людям вообще в 2016 году я закрыл бизнес 14 лет я занимался айти бизнесом в принципе я там всего чего хотел достиг исчерпал эту тему немножко даже застрял там на несколько лет и в какой-то момент все понял нет этим не хочу заниматься мне нравится работать с людьми мне нравится вдохновлять людей мне нравится объяснять что-то людям и давать им как бы привкус нового измерения жизни показывает что твоя жизнь может быть совершенно не такой какой ты ее сейчас проживаешь она может быть вдохновляющий а нам она может быть свободной можешь просыпаться и жить как ты хочешь понимаешь ты можешь сам стоять у руля своей жизни и делать из твоей жизни то что ты хочешь это твое от природы скажем так по праву рождения просто у тебя это забрали тебя этого лишили это был длинный процесс тебя система и на определяла обуславливала тебя родители подавляли занимались какими-то вещами которыми не надо было заниматься до то себя часто наложили в голову неправильный софт тебя неправильно воспитали часто и воспитали из тебя терпилу жертву человека который нерешительный всего боится не чувствует чего он хочет в жизни вот такое часто это массовое состояние чем я могу мотивировать я могу мотивировать разумностью словами понимаешь людям бесполезно если ты думаешь что людям пока показывать нужно дорогие машины вот эти понты и они из-за из-за этого будут меняться нет это все напускное главная работа она внутренняя она не связана с тем что ты живешь такой лакшери жизнью это не в этом рост понимаешь просто огромное количество вещей которые тебе рекламируется на самом деле они тебе для счастья не нужны это сверх потребление то есть то что тебе часто делают на каких-то вот например на развлекательных каналах они на только называются развивающие но они тебе показывают красивую жизнь богатую красивую жизнь слушай я немножко пожил так я я попробовал этого я просто понял а зачем зачем мне покупать что-то да вот зачем мне покупать дорогую машину тратить кучу денег если я могу взять и например ее арендовать да зачем я поезжаю какое-то время там на ней она мне надоест это как с квартирой да то есть я в какой-то момент готов был в принципе покупать себе квартиру без проблем деньги есть и причем их столько что я могу потратить всего лишь десятую часть для того чтобы купить себе квартиру просто я понимаю зачем я не я не вижу что будет дальше у меня то есть я понимаю что на этот отрезок вот мне здесь нравится жить а через какой-то период времени я возможно захочу жить в каком-то другом месте чем не продавать это все ввязываться вот в это зачем я снимаю квартиру которую я хочу мне достаточно более того и когда путешествовал какой-то период времени я увидел что можно жить лакшери жизни жизнью до не неся какие-то сумасшедшие расходы ты можешь просто взять виллу в аренду и снимать ее там за 2000 долларов ты можешь такую там не знаю в таиланде снимать такую виллу себе там за за 2 за 3 двухэтажную с бассейном понимаешь за 2 за 3000 то есть если ты зарабатываешь 10 тысяч долларов ты можешь жить вообще как король ты можешь позволять себе все 10 тысяч долларов это не такие большие деньги зачем зарабатывать миллионы объясни мне пожалуйста дочери оставить знаешь я считаю что ребенок должен сам научиться себе зарабатывать на жизнь и любой богатый человек те же самые миллиардеры дат тинков там и так далее они так и говорят а мы детям ничего не оставим я вот вложил в его образование я дал ему возможность развить свои способности все остальное пусть сам зарабатывает понимаешь потому что когда все на готовенькая а чё а если все есть да если все попадал а зачем мне развиваться и поэтому ребенок неспособный вырастает государство оставить благотворительностью я не рекомендую заниматься в пользу государства налоги нужно платить государству нужно просто налоги платить это и есть благотворительность в пользу государства миллионы для ощутимой помощи людям которые в беде больные дети это все рассуждение человека жертвы ты реши свои проблемы до настолько хорошо чтобы у тебя их не было и когда ты так это все научишься хорошо решать тогда ты подумаешь о благотворительности там о бедных детях в африке там или еще где-то всему свое время знаешь это это все это сочувствие сострадание это не низкие тона вот есть шкала эмоциональных тонов это низкие состояния ты поднимись по шкале до состояния могущества действий там да ты заработаете излишки когда они у тебя появятся эти излишки тогда ты подумаешь о ком-то там о ком-то будешь заботиться заботой надо очень осторожно быть потому что огромное количество людей они паразитируют на том что другие проявляют жалость к ним и из-за этого они не развиваются и не используют те возможности которые есть вот чё далеко ходить ник войчич без рук без ног чувак и что он он сам благотворительностью занимать без рук без ног он пишет книги он постоянно ездит он там живет я яркой интересной жизнью человек без рук без ног и когда я вижу человека там без рук но с ногами и он там милостыню просит в чем дело разве дело в том что нет рук может дело во внутреннем состоянии в мышлении в отношении к жизни в системе ценностей может ему просто нравится вот что его жалеют и дают ему просто так за его вот эти слабости деньги понимаете здесь все не так как вам кажется жизнь это тренажер для развития здесь все не просто так вы каждой ситуации получаете для того чтобы как урок пройти этот урок и развиться если вы не проходите этот урок вы будете деградировать и будет все ухудшаться если вы хотите развиваться вам нужно использовать все вот все что может можно только использовать и двигаться 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 грести лапками да как та лягушка которая упала в сметану там или в молоко да и лапками лапками взбивать и постепенно все превращается в масло и ты можешь вылезти а как понять прошел ты урок или нет ты поймешь когда ты его пройдешь ты выберешься из той ситуации которая тебя напрягала как вы считаете слова сказанные вами могут определить вашу дальнейшую судьбу нету никакой судьбы которая там определяется какими-то словами нету ее судьба это то что состоит из своих решений которые ты принимаешь каждый день а решение это не слова решение это внутреннее но это это у нас называется постулаты вот ты просто принимаешь какое-то внутреннее решение что-то делать и ты берешь и делаешь понимаешь это не слова ты можешь об этом говорить есть люди которые много разговаривают но они никак не решаются понимаешь слова это слова просто это выражение каких-то идей ты можешь что-то выражать но не принять ответственную позицию и не брать и не делать решительно что-то слова это просто слова они ничего не решают может быть что-то случится а может быть что-то не случится а я так не смотрю понимаешь я не смотрю так как ты ж на жизнь я не занимаюсь ментальная мастурбация может быть это может быть то а какой смысл об этом сейчас разговаривать ты чё гадаешь будем сейчас с тобой гадать что там будет происходить давай мы не будем гадать там на кофейной гуще на картах таро давай исходить из объективных разумных вещей я тебе пытаюсь объективно разумно сказать твоя жизнь в твоих руках от тебя зависит и не от того что кто-то говорит или ты говоришь а зависит от твоих решений внутренних от твоих действий от того какие ты цели ставишь как к ним двигаешься вот от этого все зависит насколько ты честно двигаешься насколько ты выбираешь разумный маршрут насколько ты естественно не приносишь какие-то ущербы другим людям понимаешь а благотворительность это всегда добровольная вещь то есть если ты чувствуешь что ты хочешь кому-то помочь от сердца ты это делаешь но если ты этого не чувствуешь тебя никто не может это заставить сделать потому что если тебя кто-то заставляет заниматься благотворительностью это уже не благотворительность благодарит благотворительность это то что с тобой должно случиться и лица из тебя из твоего изобилия когда ты находишься в состоянии изобилия у тебя огромные какие-то уже излишки конечно ты вот тебе рождается это как какое-то милосердие да и ты хочешь помочь кому-то поделиться но опять же когда ты достигнешь состояние изобилия ты будешь совершенно по-другому смотреть на эти вещи жизнь ничего не делает жизнь с тобой ничего не делает ты являешься источником всего что так и не так в твоей жизни жизнь с тобой ничего не делает она всего лишь отражает тебя понимаешь она отражает твои решения твои намерения твои бессознательные какие-то слои потому что часто твоя жизнь отражает то что ты не осознаешь но она продолжает вот эти неосознанные слои отражать поэтому надо с этим всем разобраться восстановить свою полную осознанность полную причинность чтобы какие-то странности с тобой не приключались странности тебе кажутся странностями случайности тебе кажутся случайностями на самом деле они никакие не случайности они отражают тебя когда ты меняешься когда ты становишься осознанной и четко понимаешь причины и следствия и взаимосвязи тогда случайности перестают происходить я не поддерживаю никакие концепции о каких-то квантовых полях я четко рассмотрел как это работает я не верю в какие-то концепции я знаю точно как это работает понимаешь занимаясь духовной практикой рассматривая эти вещи годами десятилетиями уже я просто рассмотрел как-то работает все определяется мыслью понимаешь ты есть духовное существо ты есть сознание этот мир является порождением мышления еще будда сказал что все что вы осознаете все что вы воспринимаете есть мысль поэтому все и управляется мысли состоит из мысли все эти восприятия все это запастулировано все это является творением а творение происходит посредством мысли поэтому если ты возвращаешь себе состояние осознанности полной осознанности над умом и над своим мышлением случайности больше с тобой не происходят понимаешь только закономерности происходят до буддизм не близок буддизм пожалуй из восточных религий мне ближе всего понимаешь это все вот я тебе еще раз повторяю это все слова бессознательного человека может быть так вот эти гадания может быть вот так а я читал какую-то теорию она мне показалось разумной это просто какие-то концепции они возможно указывают на реальные явления на и на реальные процессы а возможно и нет возможно это полная фигня ложь и гипотезы а тебе нужно разобраться в истине тебе нужно постичь истинное положение вещей а что вы знаете а тут от татуировках сак янд я знаю что татуировки не нужно наносить на тело нужно избегать того чтобы на себе наносить какие-то фиксированные знаки потому что это меняет меняет тебя это некое воздействие ты оказываешь на себя лишние воздействия все же энергия в каком-то смысле понимаешь и если ты что-то на себе рисуешь это может иметь какие-то последствия для тебя потому потому ты от природы не наделен какими-то татуировками от бога и от природы этого нет на тебе значит это не нужно понимаешь то есть если на твоем теле нет этого зачем она зачем искусственно это туда вносить какой смысл в этом зачем этим заниматься вот и мне объяснить зачем татуировка для чего да главное осознанность все верно но осознанные люди такими вещами не занимаются этим занимаются бессознательные люди суеверные люди которые находятся под инстинктами под какими-то реакциями под модой под влиянием из воздействием каких-то маятников и грегоров извне они под но они как бы поддаются влиянию какие каким-то вот этим тенденциям чернила под кожей а зачем они там а ты знаешь что когда ты делаешь наколку это боль и ты знаешь что в дианетике в саентологии доказано что когда ты наносишь боль телу в этот момент в клеточную память записывается все что происходило в тот момент когда происходит эта боль это у нас называется инграмма то есть когда наносишь себе татуировку это боль телу ты себе делаешь инграмму в этот момент инграмма это некая бессознательная память которая потом неосознанно влияет подмешивается в твои восприятия в твою она ли она аналитику и меняет твое сознание меняет твой ум понимаешь ты себе делаешь добровольно инграмму зачем ты этим занимаешься зачем ты пытаешься себя запрограммировать негативно как-то вот почитай дианетику купи себе дианетика современная наука разуме или скачай в интернете есть эта книга там почитай что такое инграмма там очень технично очень научно объясняют как это было доказано как эти инграммы потом стираются это больно это больно это больно я смотрел множество видео на эту тему все кто делал наколки себя особенно обширные это больно это что тебе мажут анестезии до каким-то анестетическим кремом это просто отключает чувствительность это не означает что клетки не испытывают боль это просто ты не чувствуешь эту боль а боль там есть невозможно где воздействовать на тело и чтобы не было боли ты можешь просто и перестать чувствовать а боль всегда есть и вот смотрите чё же вы так цепляетесь я вам объясняю не надо этим заниматься чё же так чё же вас так колбасит то чё же так зацепились за это 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 идиотия понимаешь портить свое тело наносить что-то что тебе возможно через десять лет совершенно не будет нравится потому что ты изменишься это идиотия это идиотизм которым занимается множество людей потому что они опять попадают под влияние какой-то поп-культуры каких-то модных течений по каких-то статусных вещей это же они не для себя делают наколка это всегда ты делаешь для других ты не для себя это делаешь это что-то что видят другие ты свои наколки практически сам не видишь сексе не не должно быть никакой боли не должно быть возможно первый раз если тебе у тебя плева там и тебе ее рвут это это достаточно естественная процедура это так от природы и задумано понимаешь это если у тебя был первый секс с мужчиной которые опытные которые тебя любят там все мягко это пройдет это один раз вообще сексе боли не должно быть если ты чувствуешь боль сексе это насилие это то что ты должна остановить и уладить мгновенно если тебе мужчина делает больно ты ему должна сразу же сказать об этом я тебе еще раз повторяю что наколка это всегда бессознательное действие это не является осознанным действием никогда люди осознанно этим не занимаются роды до роды это большая н грамма это вот здесь не поспоришь но для этого существует дианетика и ты после родов идешь и стираешься вид понимаешь роды это что-то неизбежное от природы а наколка это совершенно излишняя вещь без нее можно прекрасно обойтись ты согласен согласна что без наколки можно прекрасно обойтись и прекрасно жить да она никак не влияет на качество жизни ее наличие или отсутствие наоборот ее наличие определенный скажем так тип людей будет от тебя отталкивать вот я например когда я вижу на девушке наколку я уже могу поэтому судить примерно о ее психическом состоянии да да я согласен лечение но это неизбежно понимаешь вот у тебя разрушается зуб он у тебя уже начал разрушаться мы не будем сейчас вдаваться в причины этого он болеет нужно идти лечить также как у тебя аппендицит если не дай бог нужно вырезать понимаешь но это неизбежно это то что ты делаешь это разумное действие которое неизбежно для того чтобы продолжить жизнь потому что тебе понравилось нет не потому что тебе понравилось а потому что ты впал в какое-то невежество давай так здесь надо очень внимательно рассмотреть а почему тебе это понравилось что послужило мотивам этого понравилось это ты так сам себе объясняешь это не рациональное действие ты себе каким-то образом объясняешь но там в этом действии нанесение себе каких-то рисунков никакого рацио нет тебе эти рисунки не нужны для жизни для выживания для качества жизни они тебе не нужны если тебе очень хочется порисовать возьми бумагу и порисуй окей только не надо портить себя не надо что-то на себя наносить что потом не стирается что ты меня спрашиваешь что у меня возникает когда я вижу человека стату я скорее всего осознаю что это маргинал это человек который хочет выделиться не своим интеллектом не своим каким-то не своими качествами не своими способностями он выбирает самый простой способ выделиться с помощью примитивных каких-то вот этих знаков это признак маргинала понимаешь всегда то есть это человек который движется непосредством способности ответственности интеллекта в жизни это человек который больше ведом инстинктами какими-то попаданием под влияние каких-то вот этих вот массовых тенденций это сразу для меня признак определенной неосознанности человек бывает такое что человек был в прошлом неосознан глупый но когда он начал расти в своей осознанности он вырос а вот эти глупости его прошлые ошибки остались но они все кто вырос в своей осознанности они со временем признают ну да по глупости в молодости наделал делу до жалею об этом сейчас понимаю что это бред полные что я был идиотом тогда попал под влияние под настроение под эмоции какие-то временные у со временем люди обычно мудрее ты понимаешь это было глупо но ты ты пойми в этом и сложность бессознательных состояний ты когда под ними находишься если ты не осознан ты не осознаешь ты не осознаешь что ты попал под влияние чего-то это бессознательность она тебя накрыла медным тазом и ты считаешь что это ты принял решение в этом-то и сила бессознательного реактивного ума ты себя не отделяешь от него у тебя нет расстояния с этим и ты себя считаешь им и поэтому этот ум бессознательный управляет твоей управляет твоей жизни вместо тебя он заставляет тебя делать страшные вещи все преступники они преступники именно потому что они находятся под влиянием своего реактивного этого болезненного преступного ума просто он у них уже такой стал что они абсолютно себя не контролирует они животными стали наш реактивный ум это такое наследство от животных у нас и эта штука которую нужно преодолеть в этой жизни потому что пока ты ее не сотрешь пока ты не преодолеешь эта штука будет бесконечно портить тебе жизнь бесконечно управлять вместо тебя наш не зря реактивный ум называется он просто ассоциативно реагирует он мысли тождествами он действует через боль через какое-то раздражение через какие-то странные непонятные тебе реакции неосознаваемый и он вынуждает тебя делать о чем ты будешь со временем всегда жалеть вот когда ты взрываешься на человека и делаешь что-то такое что ты бы в разумном в осознанном состоянии не сделал это ты попал под воздействие реактивного ума и об этом ты всегда пожалеешь со временем вас надо надо нет это тебя надо меня не надо в зоне сидят люди которые у которых проблемы с этикой которые не понимают что такое законы как устроен мир и они хотят хитрожопым путем что-то там по глупости сделать такое за что потом расплата наступает виде ограничения свободы и попадания в ты в такое общество до в которой лучше не попадать конечно с моей помощью можно побороть наркотическую зависимость с помощью той технологии с помощью которой я стал тем кем я стал можно побороть там есть даже специальный наркоран даун можно понимаешь здесь не побороть надо здесь нужно во первых очиститься наркотики это же что-то что меняет химию твоего тела поэтому нужно очистить тело нужно преодолеть определенные психические последствия наркотиков психическую зависимость это все решается я сам был в наркотиках под влиянием наркотиков правда но не тяжелых где-то три с половиной года проходил я этот опыт ночные клубы экстази там и всякая такая история я не даю сеансы я даю консультации я направляю туда где ты можешь профессиональную помощь получить за деньги ну в там первую небольшую консультацию я могу бесплатно дать но вообще я консультирую платно то что люди все что они получают бесплатно они не ценят с другой стороны если человек готов за что-то платить видно что у него есть уже все-таки намерение с этим справляться все уже это ценят и он выражает свою ценность через деньги делятся делятся есть например героин это тяжелый наркотик если ты сядешь на героин у тебя начнется и за физиологическая ломка то есть если ты не не примешь дозу тебя начнет так колбасить что ты будешь готов все что угодно лишь бы найти дозу это тяжелый наркотик а есть наркотики которые не вызывают физической зависимости вот типа экстази экстази ну туда ты съел все те поколбасила потом через какое-то время ты вернулся естественно ломки нет ломки нет просто было так здорово так весело так классно ты присаживаешься на это приятное состояние и тебе хочется это повторять повторять как собаки павлова до которая сдохла когда я подключили проводок к центру удовольствия она нажимала на эту кнопку до тех пор пока не сдохла понимаешь поэтому есть простые наркотики из которых проще там в основном работа идет с психологической зависимостью есть наркотики тяжелые из которых сам человек практически нереально вот с героина очень тяжело самому слазить надо быть очень волевым так если ты обратишься к специалистам то тебя достаточно легко снимут с этого я не верю вообще ни во что я не придерживаюсь веры во что-либо я пытаюсь разобраться и узнать понимаешь есть знание знание то есть ты можешь понять как что-то работает разобраться и узнать а так это вот так на своем опыте убедиться а верить это может быть так может быть так может она есть может она нету вера это такое предположение какие-то может будет может не будет я нахожусь в состоянии постижения знания узнавания понимания вот это мое состояние первое предупреждение следующее бан вы встречали таких людей в каких каких есть конечно знания есть знания есть технологии есть философии которые практические которые работают конечно есть все это вера это вот ты берешь какую-то концепцию ты еще не знаешь насколько эта концепция отражает реальное положение вещей то есть у тебя опыта нету как бы в такого в жизни но ты получаешь какую-то информацию и тебе это кажется разумным и ты в это веришь это возможно то есть вера возможно но только она нужна для того чтобы проверить значит ты можешь верить чтобы проверить но если просто веришь и не пытаешься проверять это ни о чем таких которые говорили факты о вашем прошлом или будущем а какой смысл в этом ты можешь попасть под влияние тебе кто-то что-то говорит про тебя и ты поверишь да и на им ты можешь еще и наделить это силой какие-то идеи которые тебе кто-то внес в твое пространство если ты во что-то поверишь и согласишься с чем-то то ты можешь действительно запостулировать это и действительно она сбудется поэтому ни в коем случае не ходи к таким людям если тебе кто-то пытается что-то тебе рассказывать беги оттуда как можно быстрее тебе с ними не надо взаимодействовать тебе нужно себе это вернуть право самостоятельно решать что тебе делать что тебе не делать как тебе строить свое будущее твое будущее не определено оно может быть только определено тем чем ты обусловлена или обусловлен чем запрограммирован твой ум то есть если у тебя есть бессознательный ум реактивный это и есть твоя судьба все твои постулаты решения которые ты принимаешь осознанно или неосознанно движут тебя по жизни у основной массы людей есть огромное количество бессознательных установок которые и управляют их судьбой понимаешь тебе нужно их осознать и освободиться от них как вы считаете в какой момент правильно начать свое дело прямо сейчас правильный момент сейчас всегда а если ты его не начинаешь как бы ну вот свое дело если не начинаешь это можно сказать уже вчера надо было это делать но можно не спешить можно подготовиться к этому в принципе то есть если ты не чувствуешь что у тебя есть способности нужные нужно их нарабатывать навыки какие-то навыки иди работай пока не чувствую что сам готов иди работаю у кого-то учись у кого-то вкладывает свое самообразование самообучение прокачивайся потому что предприниматель это человек способны и предприимчивый он берет и делает каждый день делает шаги 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 к своим целям ищет оптимальный маршрут ищет нишу где есть спрос изучает эту нишу смотрит что нужно людям что он может как его навыки можно применить к спросу как и сделать какой-то ценный конечный продукт для этих людей или какие-то услуги как-то упаковать как это донести так чтобы увидели люди все достоинства именно твоего предложения это наука понимаешь предпринимательство это на самом деле наука технология там есть дисциплины там продажи маркетинг реклама до бизнес-процессы организация как изменять ход мысли осознать нужно ты не можешь изменить то что ты не осознаешь то есть если у тебя крутятся какие-то мысли а ты их не осознаешь не замечаешь как ты можешь это изменить поэтому для начала нужно осознать свою запрограммированность механистичность свои эти привычные пластинки в голове свою вот эту вот самооправдалки какие-то вот эту способность самому себе сказки рассказывать врать себе почему ты чё-то не делаешь что уж давно пора делать это все надо отследить для этого нужна осознанность к своему уму к своему внутреннему пространству понимаешь люди не они просто не осознают у них что-то крутится в голове они думаешь это они думают а на самом деле это не они думают это мама продолжает думать папа учитель какой-то да это мысли которые попали к ним в голову извне они их к себе пустили там эти мысли как бы начали жить и теперь эти мысли живут и люди даже не осознаешь это не их мысли это то что было им навязано то с чем они согласились сделали своим хотя это их не являлась никогда согласились с навязанным запрограммированы установки внушение какое-то им говорили что ты дебил у тебя ничего не получится вот им говорили сто раз а но застряла у них они согласились с этим и все и теперь они считают что они дебилы что у них ничего не получится понимаешь ну так работает если ты соглашаешься с какой-то мыслью этим самым ты даешь ей силу когда ты дал силу мысли она начинает влиять на тебя влиять на твое поведение но ты можешь любую мысль отменить и перестать с ней соглашаться перестать ее кормить перестать ее поддерживать просто осознавать и видеть что это просто какие-то мысли они мне сейчас не под не подходят они неадекватны моим целям неадекватны тому что я хочу поэтому пусть они крутятся сколько угодно а я направляю свое мышление в конструктивное в творческое созидательное да в ответственное в действие в намерении в принятие решений в то что я пробиваюсь пробиваясь сквозь зону дискомфорта сквозь инерцию сквозь лень я возвращаю себе контроль свой осознанный центр я постепенно учусь возвращать контроль над своими психическими состояниями над своим умом над своими какими-то чувствами да и учусь управлять этой всей машиной до этой всей механикой направлять ее туда куда мне хочется чтобы она двигалась потому что у вас часто вы словно стали заложниками этого биомеханизма этот биомеханизм вами давно управляет и вы не понимаете часто этого что ваши привычки привычные ваши грамм пластинки в уме привычки и действовать это вся механика которая сформировалась в теле она вместо вас живет это и есть ложная личность часто не вы живете вы только мечтаете вот у вас это постоянная вот это вот нереализованность вас до в этой машине ваша вот это какая-то замка за комплексованность нереализованность через это тело она часто превращается в какие-то мечты и откладывание что вашим настоящая жизнь свободная начнется где-то там это она если она есть у вас сейчас если вы не чувствуете что вы управляете этой машиной это она это признак того что не вы управляете своей жизнью эта машина живет вместо вас да это твой привычный ум понимаешь твой привычный ум крутится у тебя и ты думаешь что это твои мысли это не твои часто это очень часто там большая часть мысли не твои тебе нужно с этой машиной постепенно справиться для этого и нужны духовные практики какие-то терапии до какие-то процессы которые тебя постепенно вынимают из этого всего пробуждают тебя освобождают тебя от всего этого и возвращают тебе твою волю твой осознанный центр тебя самого себе себя себе надо сначала отвоевать от всего что в тебя внесли чем тебя и на определили и запрограммировали нужно депрограммироваться и запрограммировать себя так как ты хочешь и еще и сохранить эту способность те программы которые тебе не нужны брать их убирать и заменять другими которые тебе нужны вот что должно быть ты должен быть оператором ты должен вернуть себе способность управлять этой машины так как ты хочешь подняться над инстинктами подняться над привычками подняться над своей привычной логикой И восстановить свою полную осознанность, присутствие, разумность и понимание, где то, что рождается от тебя, а где то, что в машине. Вот на этой положительной ноте давайте завершать сегодняшнюю трансляцию.